Девушки отдыхают Какая ты жалкая домоправительница, посмеет преградить мне дорогу? Говорю вам, сегодня я непременно войду. Остановитесь! Наложница, Ма! Что вы собираетесь делать? Мы не знали, что принц здесь. Простите. Убирайтесь! Продолжение следует... Выходи. Ваше высочество. Я отнесла курильницу в комнату принцессы. Хорошо. Продолжение следует... Шэнь Ёй! Шэнь Ёй! Шэнь Ёй! Шэнь Ёй! Очнись! Голова кружится. Голова кружится. Ваше высочество, если бы вы не пришли, мне не удалось бы очистить своё имя, даже покончив с собой. Ты принцесса... Я знаю. Её высочество пострадало от приворотного зелья. Вы заставили её заснуть. Нам позвать лекаря? Нет. Нет. Она вовремя уничтожила источник запаха, а трава глубоко не проникла. Значит, наложница ма... Не звука. Давай вернёмся. Слушаюсь. Слушаюсь. КОНЕЦ Прости. Господин, простите меня. Эта служанка предала свою госпожу за деньги. И я высочистку приказал забить её до смерти. Сжальтесь. Нет, нет. Ещё палок, ещё. Ваше высочество. Сюй-Юнь, отчего ты так побледнела? Я... Сильный ветер, а здоровье у госпожи слабое. Ей нужно поскорее вернуться домой. Правда? Да. А я думаю, ты очень напугана. Поэтому и так побледнела. Я не понимаю, о чём вы, ваше высочество. Сюй-Юнь очень умна, разве она не может понять? Просто люди, которые предпочитают принимать особенные решения, обычно мрачные и прикованы к постели болезнями. Да. Действительно, ветер поднялся. Ступай, отдохни. Госпожа! Бесси. Госпожа! Ему всё известно. Ему всё известно. Забили до смерти? Да. Утром его высочество приказал публично забить ту служанку. Интересно, кто приказал ей зажечь курительницу в комнате? Принц даже не расследовал, сразу убил. И после всего? Ты ещё спрашиваешь? Ну и глупая. Ты что, до сих пор не понимаешь? Тогда спрошу, кто вчера нас нарочно отвлёк, чтобы поймать пару за неподобающим поступком? Наложница, ма! Принцесса. Принц по-своему отомстил за вас. А для наложницы это предупреждение. Но ведь организатор не наказан. Принцесса. 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 Осмелюсь просить. Не ворошите это дело. Ланжо, что ты делаешь? Канцлер Ма – глава придворных вельмож. Если накажете наложницу, он отомстит. Ради мира между Суны вы не добивайтесь её наказания. Значит, мне придётся терпеть? Прошу вас, смилостивица. Хорошо. Я стерплю. Не буду поднимать шум. Но надеюсь, что она тоже прекратит. Она прекратит. На подобное она больше не осмелится. Очень надеюсь. Генерал, завтра истекает срок ультиматума бутовщиков. Завтра откроем ворота и сойдёмся в бою с Сюэ Джао. Но меня беспокоит, что наших сил недостаточно. Эти заключённые лишь новобранцы. В том-то и проблема. Заместитель командующего Ван, какой смысл сейчас об этом говорить? Стрела уже на тетиве, осталось только стрелять. Почему же не сразиться с ними без оглядки на собственную жизнь? Лекарь Гу прав. Я слишком беспокоюсь. Я давно на военной службе, но у меня не такие широкие воззрения. Командиры, вы должны заплатить. У меня маленькое дело. Да я пошёл в армию, чтобы защищать таких никудышных людишек, как ты. Ну, попробую твоих булочек. И что? Совсем никакой благодарности? Покажи ему! Не надо! Пусти! Что творишь? Внучка! Внученька! Моя внученька! Ах ты! Генерал! Хорошо, что хоть меня узнали. По военным законам, грабителям восемь палок. Мы признаём ошибку. Генерал, еды маловато, да ещё и тяжёлые учения каждый день. Мы совсем оголодали. Вы же не станете нас за это обвинять. Генерал, они бывшие преступники. Трудно сразу поменять свои привычки. Мы на пороге войны. Прошу вас, отложите наказание. Генерал Хо, мы кровью смоем грехи и грудью встанем на врага. Просто пару булочек съели. Что такого? Точно, генерал. Ну что мы такого сделали? Только еды немного взяли. Нельзя же сразу так сурово. Верно. Зря солдат расстроите. Кто станет после этого за вас воевать? Как вы без нас управитесь? Генерал, эти людишки просто бесполезный мусор. Без нас враги давно бы напали. Верно. Они бы не только еду, но и жизни потеряли. Мы же их спасаем, правда ведь? Да, правда. Только слабых обижать и можете. Так бы и снесла ваши головы. Ваш военный паёк. Оружие в ваших руках. Откуда они взялись? Откуда правительство берёт ежегодный провиант для армии? Всё из налогов, которые платят эти никчёмные людишки, как вы их назвали. Они отправляют еду армии не для того, чтобы вы кусали руку дающего. Генерал. Ван Дзе. Помнишь, что я тебе сказала в первый день службы? За что мы сражаемся? Чтобы защитить народ. Если однажды солдат, который должен защищать народ, поднял на него меч, что с ним делать? Любой может его убить. Я уже говорила, что меня не интересует ваше прошлое. Но если вступили в армию, подчиняйтесь моим правилам. А вы, едва чего-то добившись, забыли о своих обязанностях. Воруете еду. Чем вы отличаетесь от врага? Когда человек кормит собаку, она сторожит его дом. А в вашем лице они получили жадных волков. Прекратите запугивать тех, кто не может за себя постоять. Лучше ступайте за ворота и сразитесь с врагом. Генерал, смирите свой гнев. Генерал, смирите свой гнев. Грабители получают восемь палок. Без исключений. Увести. Генерал, пощадите! Пожалуйста! Всем встать! Благодарю, генерал. Я знаю, что все голодают. Один день. Потерпите один день, и мы отобьем провиант. А здесь, в городе, никому и ничего не трогать. Все поняли? Так точно! Разойтись! Слушаюсь! Не плачь, дитя, не плачь. Не надо. Все хорошо, не плачь. Спасибо, генерал. Генерал, осторожно! Помри! Кто тебя послал? Говори! Говори! Сейчас же! Генерал Хо! Генерал! Генерал! Генерал Хо! Поместье губернатора! Плохо дело. Что там? На кинжале был яд. Что с раной? Генерал! Говорите. Генерал! Я выдернул кинжал. Но рана слишком глубокая, поврежден кишечник. Я не уверен. Возможно... Ван Дзе! Здесь. Почему от тебя никакой пользы? Не время реветь! Я не реву, генерал. Не надо говорить. Берегите силы. Раз они сделали свой шаг, живых они меня не оставят. Как мой заместитель, что ты должен сделать в случае моей смерти? Я... Метатели огня готовы. Армия обучена. А эта диверсия привела просто к замешательству. Это несерьезный урон. Если моя догадка верна, к нам уже идет подмога. Просто бунтовщики их блокируют и не дают прийти к нам на помощь. Если я умру... Станешь командующим вместо меня. Свяжись с отрядом за городом и уничтожь врага. Генерал... Я не смогу... У тебя нет выбора. Не теряй время. Ступай. Успокой солдат и приглядывай за заключенными. Не позволяй им ничего натворить. Все, кто не подчинится, казни немедленно. Нет, генерал, я отсюда никуда не пойду. Тебе опять пинка дать? Иди. Уходи! Генерал. Лекарь Гу. Давайте. Генерал. Вы самая замечательная женщина из всех, кого я когда-либо встречал. Давайте быстрее. У вас самый придирчивый характер из всех, кого я встречал. Если... Я говорю, если... Вы не выживете. Хотите что-то передать? Если есть... Я непременно это сделаю. Не согласна с такой судьбой. Что? Кое-кто пообещал мне, что женится на мне. Обещание не выполнил. Хотите, чтобы я со смертью смирилась? Приступайте. Ванзе. Мне нужно встретиться с генералом. Генерал получил небольшую рану. Гостей не принимает. Небольшая рана? Ванзе. Ты кого надуть-то хочешь? Хо-сюань от убийцы ножом получила. Все это видели. К тому же, рана серьезная. Я уже сказал. У генерала небольшое ранение, поэтому гостей не принимает. Хо-сюань ведь не умирает? Так. Именно из-за нее мы продолжаем сопротивление. Даже осужденных на смерть освободили. Господин. Если она умрет, что нам тогда делать? Верно. Если хо-сюань умрет, кто обо всем позаботится? Точно. Бунтовщикам с самого начала нужна она. А теперь она, видите ли, отдыхает? И как мы сражаться будем? Верно. Знали бы заранее, сразу бы ее им отдали. И зря бы не трепыхались. Замолчите. Повторяю. У генерала легкое ранение, и скоро она снова будет в строю. Тот, кто станет распускать слухи и снижать боевой дух, понесет наказание. Ванзе! Ты всего лишь заместитель командующего. И смеешь произносить подобную чушь? Приказываю. Убраться с дороги. Я никого не пропущу. Попробуйте, коль жизнь недорога. Ах ты! Пошли, пошли найдем Хо-Сюань. Идем! Да, вперед. Скорее, доложи генералу Хо. Скажите, Хо-Сюань, выйти к нам! Из-за ее обещаний я жру голое зерно с травой каждый день. Если помрет, и обещанием конец. Выходи. Передача пусть выходит. Не выйдет. Мы сами зайдем. Стоило генералу ранение получить, и вы уже смуту подняли. Смерти не боитесь. Вперед! В атаку! Вперед! Вперед! Генерал Хо, выходи! Выходи, генерал Хо! Пошли! Хо-Сюань! Это... Здесь губернатор провинции, вылетайтесь! Пусть Хо-Сюань выйдет! Вон! Пошли отсюда, вон! А ты кто такой? Мы тебя не спрашивали. Где Хо-Сюань? Я с самого начала знал, это просто стая волков. Хо-Сюань выпустила тигра в горы. Вот что нам теперь делать? Это... Вы были преступниками. Генерал вас вызволил, и такова благодарность. Если Хо-Сюань жива, пусть покажется. Для мертвеца мы стараться не будем. Точно? Пусть выходит? Да! Она вообще жива? Если она мертва, то и воевать нам незачем. Открыть ворота и сдаться. Правильно! Сдаться! Да чтоб всех вас! Вперед! Братья! Давайте! Хотите напасть? Давайте все с копом! Раз генерала здесь нет, вы образили, что звезды с неба достать сможете. Запомните! Если бунтовщики нападут, вас тоже не пощадят. Даже если сбежать получится, где бы вы ни скрылись, без приказа о помиловании, так и останетесь преступниками. Все умрете! А если все равно умирать, почему бы не вернуться к учениям? Ступайте и завоюйте себе шанс на жизнь! Стража! Здесь! Генерал приказал оказнить тех, кто вздумает бунтовать. А если кто-то будет распространять слухи, поступать по законам военного времени. Слушаюсь! Остальные тоже свое получат, как только генерал поправится. Всем разойтись! На время ранения генерала, я займу место командующего. Все в городе должны выполнять отданные им распоряжения. Генерал, отважно и сильно! Генерал, отважно и сильно! Быстрее! Лекарь Го! Простите. Я сделал все, что мог. Генерал! Генерал Хо Си Вань мертва. Что? Хо Си Вань тяжело ранили. Дзи Джоу остался без защиты. Все в панике. Точно? Она и правда умерла? Точно. Наш шпион прислал весточку. Значит, чиновники Дзи Джоу в замешательстве. И заключенные, которых она так старательно обучала, перевернули город вверх дном. Хорошо. Хозяин башни Тянь Зи меня все-таки не бросил. Генерал. Дзи Джоу без Хо Си Вань, как тигр без зубов. Пока в городе смута, нужно воспользоваться моментом и напасть. Куда спешить? А так и нам. Потери принесет. Я собираюсь победить без потерь. И захватить Дзи Джоу одним ударом. Господин, письмо. Прошу, прочтите, господин. Губернатор Ян, мы знаем, что генерал Хо мертва, заместитель командующего Сюе Джоу. Господин, так будет лучше всего. Нельзя медлить с решением. Что ж, так и поступим. Губернатор Ян. Ван Зе, ты где находишься? Как осмелился сюда войти? Ах ты! Тело генерала еще не остыло, а вы уже с врагом сговорились? Думаете, я не узнаю? Вы еще смеете упоминать ее? Разве не она армию Сюе Джоу на нас натравила своими убийствами? Еды почти не осталось, и весь город в ужасе. Ни один из наших гонцов не вернулся. А где подкрепление? Это все ваши выдумки, и что же вы от нас хотите? Сидеть и ждать смерти? Губернатор Ян. Генерал тщательно все склонировала. Ради жителей города. А после ее смерти вы торопитесь дать город врагу? Вы и тело генерала врагу отдать захотели. Не забывайте, в случае капитуляции, вы становитесь изменниками, ваши семьи тоже казнят. Казнят наши семьи? Боюсь в ожидании наказания от его... Боюсь в ожидании наказания от его величества. Мы тут уже с жизнями попрощаемся. Я отдам тело Хо Сиуань. Для спасения целого города. Что здесь не так? Сиуя Джау потом отступит, а мы получим награду за спасение Ци Джоу. А пока можем говорить, что хотим. Его величество нас не накажет. Он нас наградит. Но генерал уже разработала план, если будем ему следовать... На вас обращали внимание. Исключительно из-за генерала. Эй, вы чего? Ван Зе. Вы простой заместитель командующего. У вас нет права нам приказывать. Говорю вам. Решение принято. Не подчинитесь. Я отправлю вас... Вместе с бунтовщиками... К Хо Сиуань. Для Сиуя Джау это лишь предлог захватить Ци Джоу. Он сделает город своей базой. Смешно смотреть на вашу недальновидность. Жаль, что генерал вас защищала. Господин, он совсем распоясался. Мне все равно, решите вы завтра сражаться или сдаваться. Я сам вывезу тело генерала из города. Погребальный стяг генерала Хо Сиуань. Человек уже по ту сторону смерти. К чему пышные церемонии? Хо Сиуань все-таки высокопоставленный чиновник. Можно не уважать ее, но нужно оказать честь императорскому двору. Господин, вы забыли, как Хо Сиуань вас притесняла? Женщине не пристало отвагой щеголять. Сидела бы дома, рожала детей, и, глядишь, не закончила бы так. Хо Сиуань, Хо Сиуань. Сама во всем виновата. Некого винить. Она сдохла, а эти все церемонии разводят. Генерал, что будем делать с Хо Сиуань? Проверю тело и скажу, она это или нет. А потом нападу на город. Ждите сигнала. Слушаюсь. Давайте посмотрим. Откройте гроб. Я хочу посмотреть. На прекрасного генерала, чье имя гремит по миру. Кто посмел оскорблять генерала? Схватить его. Хо Сиуань не померла? Точно, невероятно. Я же видел, как ее в гроб клали. Сиуань не померла. Без паники. В атаку. За мной. Сюэ Джао преступник. Убивал женщин и детей. Он будет казнен. А ваши прошлые проступки я прощу. Но если продолжите, казню сегодня же. Нет, вы... Чего вы делаете? Что здесь творится? Бунт? Это бунт, да? Генерал Хо подозревала, что вы решитесь на столь позорный поступок. Так что отдала приказ городской страже. Они притворялись, что подчиняются вам, а втайне выполняли ее указания. Хо Сиуань, почему она притворилась мертвой? Вам даже в голову не пришло. Откуда в городе столько горючего масла, чтобы хватило на полноценную линию обороны? И говоря уже о сдерживании целой армии. Все наши военные приготовления были лишь отвлекающим маневром. Генерал Хо тянуло время, поэтому разыграло собственную смерть. С одной стороны, чтобы выманить Сиэ Джао, а с другой, чтобы выманить предателей вроде вас. И избавиться от проблем. Значит, Хо Сиуань не ранена? Напротив, генерал Хо серьезно ранена. И все равно вышла на поле боя. По сравнению с ней и у чиновников, не крупицы мужского достоинства. Да вы ничтожнее мошкары! Курбит! Генерал Хо Спасибо, лекарь Гу Я ничего не делал Это всё ваша стратегия А как ваша рана? Мы снова встретились, губернатор Хо Сюань Ты вправду хитрая лица На войне это простительно Я же обещала защитить Дзенчжоу Я даже из преисподней для этого вылезу Простите, губернатор, что разочаровала Не понимаю, откуда взялось только солдаты армии Хо? В регулярной армии подразделение действует самостоятельно Когда командир погибает, армия рассыпается Но армию Хо создал мой дед А комплектовал мой отец Когда она перешла ко мне, это была уже моя личная армия И Сюэ Джао посчитал, что раз меня нет, то мы уже не можем сражаться Жаль, что моя армия отличается от остальных Если я решилась на диверсию, уверена, они тоже не сидят сложа руки и ждут моей команды Генерал Хои правда в себе уверен, а другие, потеряв связь со своими людьми на несколько дней И зная, что те будут по-прежнему исполнять приказы, будут ли столь уверены, что, пустив клич, дождутся ответа? Губернатор Ян, на этот раз вас уличили в измене Что? Собираетесь нас казнить? Одного губернатора я за это уже казнила Весь город видел, как вы отправили мое тело, сговорившись с врагом Вам не отвертеться Я сама доставлю вас в Пинчен прямо его величеству Увести Генерал Хо, вы возвращаетесь в Пинчен? Да Битва окончена Можно возвращаться в Пинчен Наш небесный император Что же там? Его... Его величество... Его величество... Празднование дня рождения Будды Шакьямунди Величайшие события для Великой Вэй Для вас, как принцессы Люсун, это первая церемония А вы несколько строк запомнить не можете? Вы хоть стараетесь? Я стараюсь Но в этой бумажке, что вы мне дали Все на санскрите А я его не понимаю Я уже из сил выбилась Хотя бы старайтесь Если супруга принца Регента посол мира принцесса Люсун Не сможет заучить такую ерунду Над ней весь императорский двор будет потешаться Слушайте, продолжайте учить, пока все не запомните И не отвлекайтесь Какой же зануда Все июнь? Зачем ты здесь? После возвращения у вас все время дела Я беспокоилась за ваше здоровье, поэтому приготовила еду Но не ожидала встретить здесь принцессу Бесси Что ты застыла? Быстро все прибери Слушаюсь Я сама Госпожа Что происходит? Почему ты так неосторожна? Я такая неуклюжая Побеспокоила вас Джао Сян Присмотри за принцессой Я провожу наложницу ума Слушаюсь Пошли Все июнь Принцесса? Принцесса? Я вообще не понимаю, что здесь написано Ланжо раньше диктовала мне все по порядку И некоторые слова я запомнила Так, где мне начать? Начнем с четвертого слова во втором ряду Принцесса, я начинаю Молю всеблагого Буду в надежде на благословение небес Все июнь, что случилось? Вы не хотите слушать Май Цинь Зачем заставлять себя? Последнее время я занят подготовкой к церемонии Не надумывай Я лишь чуточку беспокоюсь Не о чем беспокоиться Все идет своим чередом Мне нужно закончить с бумагами Я пойду Ваше Высочество Вы же помните Свои обещания, верно? Зачем каждый день меня спрашивать? Если обещал, то сделаю Хорошо Тогда я вам верю Вы не должны меня разочаровать Уже глубокая ночь Хороших снов Госпожа Что вас так беспокоит? Беси Он от меня отстраняется Просто у Принца сейчас очень много дел И он не может побыть с вами подольше Не забывайте, Принц столько дорогих лекарств вам послал Лишь бы вы поправили свое здоровье Там, при Принцессе Консорт, когда вы поранились Он же немедленно Что смешного? Над тобой смеюсь Ищешь, как меня рассмешить? Хотя я Еще большая посмешище, чем ты Я себя обманываю Всегда себя обманывала С того момента, как привел меня сюда И во время моей игры Боюсь, что он Едва ли услышал хоть одну мелодию Скажи Что это за отношения? Посмешении Принцесса Что это за некotherapy? Срень Никит Они это не якобы Ни Майкой Майку Срень Зд Ни Едва ли СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ваше Высочество, хватит заставлять ее заучивать те трудные слова. Замените их простыми, без завитушек. Чем короче, тем лучше. Хорошо. И еще, завтра утром, пока она не проснулась, спрячьте мою мантию, чтобы она не узнала. Мантию? Понимаю. Ваше Высочество. Ваше Высочество, я-то еще до конца не вышел. Сегодня вы слишком засидели за делами. Позвать императорского лекаря? Не надо. Я просто слишком устал. Не беспокойте, дворец. Ничего не говорите. Пошевеливайся. Слушаюсь. Ваше Высочество. Императорский лекарь приходил? Приходил. Сказал, что его Высочество очень слаб. Ему нужно восстановить силы, так что он принял лекарства. А где рецепт? Дайте взглянуть. Ванер, поторапливаться не собираешься? Наложница. Эта служанка мне не знакома. Она была в услужении у вдовствующей императрицы. Ее послали сюда, потому что она умна и расторопна. Она мне нравится. Пришли ее в мой павильон. Это... Его Высочество распорядился, что в его доме я могу получить все, что хочу. Вы забыли об этом? Слушаюсь. Ванер. Я здесь. Ступай с наложницей, Ма. Хорошенько служи ей. Слушаюсь. Павильон благоухающих растений. Госпожа. Пусть она. Наложница, выпейте чаю. Тебя прислали из дворца? Ты очень милая и фигурка стройная. Похоже, прислали компаньонку его Высочеству. Госпожа, я выполняю приказы. Я не привлекала к себе внимания. Не привлекала? А зачем тогда столько рвения? Нет, вовсе нет. Вы не так поняли. Какой рукой ты прикоснулась к принцу? Наложница. Мне помнится правой. Верно? Тогда именно правой. И вытри, что разлила. Наложница. Даже такой мелочи сделать не можешь. Значит, эта рука тебе и не нужна. Нет, это моя вина. Я ошиблась. Я сейчас всё вытру. Долгая болезнь делает из тебя лекаря. Я с детства болела и всегда была слабой. О медицине знаю много. И эта рецептура неплохая. Но здесь не хватает направляющего ингредиента. Направляющего ингредиента? Верно. Направляющего ингредиента. Наложница, пощадите! Пожалуйста, простите меня! Наложница, пожалуйста, простите! Почему вы такой упрямый? Нельзя в вашем состоянии о государстве думать. Неужели власть такая уж важность? Принцесса, его высочество отдыхает. Принцесса, полегче. Приветствую наложницу. Приветствую принцессу. Не нужно церемоний. Ваше высочество. Не будите. Он отдыхает. Ваше высочество. Время принимать лекарства. Я боялась, что вы при смерти. И пришла взглянуть. Что за странный вкус? Ваше высочество. Я сама его приготовила. Оно не навредит. Почему здесь этот сладковатый привкус? Что ты сюда добавила? Ваше высочество. Это тоже лекарство, что вы обычно принимаете. Просто добавлю направляющий ингредиент. Направляющий? Что за направляющий ингредиент? Плоть моей руки. Плоть моей руки. Ваше высшой неприлиент. Ваше высpur�ев. Ваше высшую неделSE. Легко ехали за недели. Доброе путешествия. 아마 яла solid с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok